Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия, студия Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. 200 новых рабочих мест сегодня в селе Красный Восток открылся пошивочный цех по заказу Минобороны России. На пороге горнолыжный сезон, как обеспечить бесперебойное функционирование курортов. Эту тему обсуждали на совещании в Национальном парке Тибердей. Сохраним лес. Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийскому флешмобу в поддержку экологической акции. 90-летний юбилей отметил Карачаево-Черкесский орден знака почета Институт гуманитарных исследований при правительстве республики. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в совместном заседании рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению государственное и муниципальное управление по координации деятельности органов государственной власти, субъектов с федеральными структурами и штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Заседания прошли под председательством мэра Москвы Сергея Собянина и заместителя председателя правительства Марата Хуснулина. На повестку дня были вынесены вопросы реализации мероприятий, предусмотренных указом президента России Владимира Путина, направленных на координацию деятельности, осуществляемой при введении различных уровней реагирования. Сегодня вице-спикер парламента Карачао-Черкесии Муса Экзеков проверил степень готовности пошивочного цеха в Красном Востоке для производства одежды для военнослужащих по заказу Минобороны России. Примечательно, что открытие нового предприятия позволит создать рабочие места примерно для 200 человек. Подробности в репортаже Артура Мхце. Несколько месяцев назад мало кто из жителей Красного Востока верил, что в селе наконец-то появится предприятие, где смогут трудиться около 200 человек. Но во многом, благодаря усилиям вице-спикера регионального парламента Муса Экзекова, мечты стали реальностью. Вреждано никакого производства как такового не было. Давно ожидали открытия такого, например, производства. Наконец-то, ну и мечта, можно сказать, Муса Экзекова исполнилась, воплотил, создал рабочие места в Красном Востоке. Создание в населенном пункте Малокрачевского района дополнительных возможностей для трудоустройства можно считать успехом группы людей – депутатов Народного Собрания, представителей Международного Объединения Алашара. Уже известно, что новое предприятие будет выполнять заказ Министерства обороны России по пошиву военной одежды. Сегодня задача была принять объект по готовности, понимать, что все сделано по требованию партнера «Вэн Текстиль Прома», с которым посчастливилось познакомиться. Мы очень долго искали партнера, с кем можно организовать рабочие места в Красном Востоке. И конкретно под техническое задание, под технологические параметры, требуемые для производства различного вида продукции. Первые 50 человек начнут работать здесь уже со следующей недели. Все, что необходимо для реализации планов, имеется. Завезены станки, созданы условия для пошива качественной и комфортной одежды. Открытие в Красном Востоке предприятия задумывалось как возможность обеспечить рабочими местами в первую очередь жителей этого села. Однако дальнейшее увеличение объемов производства наверняка приведет к поиску желающих трудиться и из других населенных пунктов Малокарачаевского района. Артур Мухце, Фатима Хунова, Мухаммед Ташибоков. Вести Карачаев-Черкесия. Село Красный Восток. Какие вопросы необходимо урегулировать для бесперебойного функционирования курортов Тиберда и Дамбай? В преддверии открытия горнолыжного сезона представители власти, бизнеса, правоохранительных органов, МЧС, энергооснабжающие организации обсудили вопросы развития туристической инфраструктуры, обеспечения безопасности и сервиса для туристов. Алла Качаева подробнее. Карачаево-Черкесию смело можно назвать горнолыжной столицей Юга России. Совсем скоро состоится открытие горнолыжного сезона. О том, насколько готовы здесь оказывать качественные услуги, говорили сегодня на совещании. Важность проведения мероприятий по оценке подготовки курортов к горнолыжному сезону обусловлена тем, что уже на протяжении десятилетий Дамбай и Тиберда являются одними из самых востребованных и любимых туристами мест со всей страны. Здесь прекрасные условия для развития туризма. Красивая природа, чистый воздух, удобные спуски, устойчивый снежный покров и местное население, отличающиеся гостеприимством. Особое внимание на координационном совещании, которое прошло на базе национального парка в Тиберде, было уделено вопросам организации безопасности туристов и оказанию медицинской помощи, состоянию трасс, техническому составляющему подъемников, работе различных сервисных служб для наиболее комфортного пребывания приезжающих. Проведение сегодняшнего мероприятия обусловлено необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан нашей республики, гостей республики, туристов, которые посещают наши туристические курорты для развлечения, для отдыха. Глава поселка Дамбай Альберт Байчуров отметил, что к началу горнолыжного сезона курорт практически готов. Но есть ряд инфраструктурных вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Это реконструкция мостов, благоустройство территорий, в том числе и парковочных мест и штрафстоянок, также вода и электроснабжения поселка. Говорили собравшиеся и о необходимости усиления систематической работы, направленной на разъяснение правил поведения в горах. Обязательная регистрация туристических маршрутов, принятия мер по контролю за неорганизованным туризмом. Также об обеспечении готовности различных структур, таких как МВД, МЧС и других, к реагированию возможных чрезвычайных ситуаций, постоянному проведению мониторинга лавиноопасных участков, организации взаимодействия бизнес-сообщества и сервисных служб. Ведь развитие туристической отрасли является одной из приоритетных задач руководства Карачева-Черкесии. Тем более, за последние годы туристический поток в нашу республику вырос в разы. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг. То есть это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах. То есть кто имеет право предоставлять эти услуги? Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги несоответствующим образом. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому, уборка снега, мусора и так далее. То есть самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоит. Выслушав доклады, обращения, высказанные предложения руководителей органов исполнительной власти, а также заинтересованных структурой и организаций, представителей бизнес-сообщества, оказывающих сервис, мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов обозначил круг задач на предстоящий горнолыжный сезон. Гранноначальник отметил и необходимость обеспечения непрерывного мониторинга обстановки и принятия дополнительных мер по обеспечению бесперебойного снабжения объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса и их безаварийную работу. Алла Качива, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Температура ночью 3,5, а днём 12-14 градусов тепла. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу только до 27-го наедря в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Окна в рассрочку! Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сынок, дай мне две тысячи, я куплю себе две вещи! Мама, на тебе две тысячи и купи себе две вещи! Папа, мне дай две тысячи, тоже хочется две вещи! Доча, на тебе две тысячи и себе купи две вещи! Милый! 585 золотой. Две вещи за две тысячи! Продолжаем выпуск. Наша республика присоединилась к всероссийскому флешмобу в поддержку экологической акции «Сохраним лес». В знак поддержки лесовосстановительного проекта, как и в других 28 городах страны, зеленым цветом окрасилась архитектурно-художественная подсветка главной телевышки Карачао-Черкесского филиала РТРС-РТПЦ. Ахмат Халкевич продолжит. Мероприятие приурочено знаковому событию лесовосстановительного проекта высадки 70-миллионного саженца. Именно эта колесная отметка была озвучена Оргкомитетом еще на старте. Акция «Сохраним лес» – часть федерального проекта «Экология». Помимо символической зеленой подсветки, в дизайн телевышки вписали и само название проекта. Мы выявили данную подсветку, чтобы поддержать акцию «Сохраним лес». Нам было это несложно. У нас есть специалисты, программное обеспечение, возможности. И мы всегда готовы поддержать необходимые логи и начинания. Годовой план в нашей республике по высадкам в рамках лесовосстановительной кампании выполнен свыше чем на 200%. При запланированных 7 тысячах было высажено более 14 тысяч саженцев различных сортов лесных красавиц. Для сравнения, за 4 года предыдущей реализации проекта мы высадили 10 тысяч саженцев. То есть мы вот свой рекорд уже, например, побили. Также в регионах еще акции продолжаются. Но вот эта черта в 70 миллионов, она была достигнута. Цель, которая была по всей России. Также Медина Баташова поведала, что несмотря на высокие показатели, сезон акции еще не закрыт и в Карачаевой Черкесии. Он будет продолжен до конца текущего месяца. Ну а планку, поднятую в этом году, ни в коем случае нельзя будет снижать. В планах на следующий сезон высадить уже не менее 14 тысяч саженцев, подытожила она. Ахмар Халкесчев, Расул Бердеев, Вестикарачаево-Черкесия, Прикубанский район. В свой 90-летний юбилей отметил Карачаево-Черкесский орден Знакопочета Институт гуманитарных исследований при правительстве республики. Вот уже почти век они занимаются всесторонним изучением духовной и материальной культурой народов Карачаево-Черкесии, а также лингвистическими, историческими, этнографическими исследованиями. Ученых научного вуза поздравили представители власти и общественности. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. За время существования Института гуманитарных исследований было сделано немало. И сегодня, благодаря вашим трудам, подрастающее поколение может познавать историю, литературу и традиции народов, населяющих нашу республику, отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Бугаев. От имени главы Рашида Темрезова он поздравил сотрудников института с юбилеем и вручил почетные грамоты правительства республики. 90-летняя дата значительная даже для человеческой жизни. Символично, что он проходит в 100-летний юбилей республики, что отражает важность и значимость гуманитарной науки для общества в целом. Корчао-Черкеский институт гуманитарных исследований является первым региональным научным центром, который со дня своего основания занимается всесторонним изучением духовной и материальной культуры народов. О деятельности Республиканского института гуманитарных исследований рассказывала заместитель директора научного вуза Елена Щербина. С самого основания было проделано много работы по изучению и сохранению истории фольклора народов Корчао-Черкесии. Первые ученые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт, где проявили свой героизм, защищая страну от фашистских захватчиков. Даже в тяжелые 90-е годы институт гуманитарных исследований продолжал функционировать, сохраняя богатое научное наследие нашей республики. За годы существования издано более 400 сборников по народам Корчаева-Черкесии, по разным аспектам развития народов Корчаева-Черкесии. Изданы монографические исследования. У нас каждый год публикуются, вы знаете, около 100, а то и более статей. Статей всегда очень много. И, между прочим, активизация вот именно нашей научной работы по изданию научных статей по проблемам народов, я подчеркиваю, а только наш институт занимается народами Корчаева-Черкесии, у нас обычно в год несколько десятков статей, которые идут на конференции разного уровня, включая международные. Учеными научного вуза созданы фундаментальные труды в области филологии и литературоведения. На мероприятии отмечали значимость деятельности института в плане социально-политических исследований, которыми занимаются сотрудники института с 90-х годов прошлого века. Сегодня их научные труды остаются востребованными. В отделе фольклора, я думаю, что самые заинтересованные, потому что у нас интересные материалы, собираем экспедиционные. И эти экспедиционные материалы мы анализируем, потом они уже переходят в научную статью. После научных статей, после апробации наших работ, мы уже создаем наши монографические труды. Я думаю, что все научные сотрудники всех отделов имеют право сегодня радоваться такому замечательному дню. Виновников торжества поздравили представители общественности и различных образовательных учреждений, а артисты республиканской филармонии исполнили свои лучшие песни. Алихан Лепшоков, Алиба Астана, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Баренцево море». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова